Еще один показатель низкой самооценки, если вы спите с мужчиной после первого, ну максимум второго свидания, вы еще друг друга не знаете, он еще к вам не проникся, он еще даже не успел в вас влюбиться, и вы подключаете тяжелую артиллерию, чтобы он уж точно вам позвонил, но вероятность того, что позвонит он вам после секса, скатывается к нулю, поэтому прежде чем переспать с мужчиной, стань для него интересной личностью, чтобы он начал к этому моменту тебя уважать. Интересное выражение, говорит, вы, говорит, спите уже на первом свидании, и он к тебе еще не проникся, так в этом-то, в этом-то случае он как раз в него и проникся, причем по полной программе, возможно, и не в одно отверстие. Всем, ребята, здорово, саночность, ну я просто люблю цепляться за детали, ребята, как-то не проникся, еще как проникся. Ребят, на самом деле все просто, гораздо-таки, я понимаю, что сейчас право есть у каждого там спать с кем он хочет, допустим, на каком-то свидании, либо там, это не важно, в принципе, да, вот, но просто нужно запомнить и понять простую истину, вот, если мужчина хотел просто тебя пойметь, ну, то есть просто переспать с тобой, хоть как на каком-то свидании с ним переспишь, он тебя поймет и, ну, выбросить попросту говоря, там, на первом, на десятом, если честно, я вообще не вижу смысла до десятого свидания, ждать, как бы, ну, это такое себе, максимум два свидания, ну, опять-таки, если у тебя цель была с ней переспать, да, она просто оттянет неизбежно, или она что-то ему, допустим, если она дотянет до десятого свидания, он на ней женится, что ли, или что, это типа, как женщины порнуху смотрят, типа, и думают, что все, в конце все поженятся, что ли, или что, но они же спали вместе, да, аж полтора часа целых, да, порнуха шла, значит, должны пожениться в конце, да, нет, так не будет, чаечки, поверьте, если вас хотят использовать, а если вас еще пробьют на инстинкт, и вы потечете, так называя его, не спасет вас оттягивание, это все, это будет неизбежно в любом случае.